добрый вечер всем я не собиралась выходить прямой эфир но сегодня день такой достаточно концентрированный произошел на работе и поэтому я решила выйти приветствую всех любимки и роднульки ой как мы быстро в 10 часов вечера все собираемся добрый добрый и так все кто сейчас разговор не о новолунии все кто участвует вы уже получили инструкции делайте как там все написано те кто собирается участвовать пожалуйста еще где-то в идеале до 12 часов ночи но также в течение еще суток я буду дорабатывать ваши имена будут мне передаваться пожалуйста от новолуния мы отходим вы уже это занимаетесь как я говорю уже надо готовиться я по другой теме я не собиралась еще раз говорю выходить в эфир но сегодня на работе у меня как говорится сконцентрирована произошла ситуация и когда она происходит так мощно с повторениями практически да я считаю что по крайней мере с вами поделиться этим всем ситуация следующая мне сегодня практически около 5 человек пять человек пришли с одной и той же проблемой и одна из них была достаточно сложная тяжелая вопрос заключается в том что у всех этих пятерых на том или ином уровне есть проблемы со здоровьем у троих из них онкология и они пришли мне задавать вопросы на тему я вот была там а я была у того-то у той-то а я вот делаю как мне сказала та-то или та-то вот правильно ли я делаю предупреждаю я не занимаюсь оценкой работы других специалистов я это считаю не этично куда ваша душа вас позвала куда потянула туда и идите только имейте голову на своих плечах я никогда не говорила вам не запрещала с этим не общайтесь этого не слушайте этого не делать от этого отпишитесь или еще что-нибудь не ими не тоже не имею на это право мне нету на это интереса и мне нету времени на это тратить вот вы сами решаете наоборот я говорю если где-то понравилось резонировало что-то возьмите собирайте собирайте по пазлам кто-то вас включил кто-то еще что-то умное сказал вопрос только о том что имейте голову на плечах я это сегодня буду говорить не один раз пока я не расскажу всю эту ситуацию и не дам вам понять куда обращайте на что обращать внимание да вот и это ваш выбор я не отвечаю за тех людей которые там у нее там столько-то было людей там вот это мне рассказала тот то делала мне знаете как мне коза сейчас сказала что у меня места мало или говорят в москве курды это коровы несутся вот все что на слове говорят кому-то где-то там помогло это называется разговоры это рекламные акции если вас человек срезонировал вперед из песни если вам человек какой-нибудь говорит только ко мне только я вас вылечу только я вас научу только я вам это все сделаю до набегите такого человека у человека большие проблемы проблемы с тем что он занимается именно взращиваем своего собственного эго следующий момент если кто-то вам говорит если вы будете слушать того то если она подписана того то вот а от меня пишите этот человек не уверены в себе он не уверен на своих знаниях не знает как делать или что делать и зачем делать поэтому еще раз говорю я не оценщик и я не судья и я не эксперт чтобы определять уровень работы других людей иногда хорошие даже специалисты дают вам определенную форму работы для того чтобы смотреть как вы будете с этим справляться и к что вы будете с этим делать поэтому нужно всегда чувствовать кому вы идете и как процесс продвигается если же специалист начинает вам названивать говорить о том что сделай это сделай вот это а почему ты не позвонила а почему ты не перевела деньги или еще начинает либо пугать а если ты сейчас это не сделает что у тебя там сын в аварию попадет или еще что-то это это шарлатаны мошенники и манипуляторы это реально люди никакого отношения не имеют к стой профессии которые себя называют даже там кто ведьм колдуны и все остальное они даже к этому не имеют отношения это чистой воды а развод и маши и мошенники тем более сейчас концентрация такая идет планетарно что именно они начинают очень сильно и активно просто со всех сторон валить их время ваше время там и нептун им помогает и луны все или литы и все все-все-все им помогает это делать тем более с таким агрессивным настроем марсианским и они это делают а вам нужно следить за информацией тем более эзотерической либо духовной что происходит опять же я говорила не об этом о другом из этих пяти человек трое с тяжелыми диагнозами одна очень тяжелыми диагнозами и у всех одна и та же история все они где-то достали где-то прослушали где-то кто-то кому-то передал определенную аффирмацию и вот эту аффирмацию люди которые тяжело болеют вместо того чтобы продолжать курс лечения вместо того чтобы элементарно разбираться в причинно-следственной связи хрен с ним сискат психосоматику рассматривать заниматься немножко другими делами они читают по 200 раз три раза в день аффирмацию а теперь слушайте что за аффирмация с осчастливыми глазами все они мне говорят аффирмация следующим образом я с огромной радостью прощаюсь со своим прошлым 200 раз в день например и одно из них расскажу делает она это уже наверно где-то это дней 15 а нужно сделать 21 день или 40 дней эти аффирмации и я говорю а вы не заметили как у вас испортились отношения с детьми ой да не такие все сволочи стали они год вообще ко мне такие претензии предъявляют вообще как будто бы я и не мать им у другой спрашиваю как у тебя взаимоотношения с мужем он говорит ну вообще такое ощущение как будто бы я не не больная онкология прокаженная он вообще делает вид что у меня даже как не замечает 3 спрашиваю тебя как взаимоотношения с людьми с коллективом всеми остальными она говорит люди все забыли что я им дело хорошее они ко мне относятся как ну чуть ли не половой тряпки на вопрос а скажите пожалуйста вы когда читаете эту аффирмацию что у вас внутри происходит ну вы знаете мне же сказали о том что если я ее прочту и у меня прошлого не будет я буду в светлом своем собственном будущем люди роднули мои вы понимаете что вы делаете не все золото что блестит каждые слова которые вы говорите обращайте на это внимание кто-то там ляпнул кто-то там где-то ляпнул где-то у кого-то спиздил где-то кому-то показала что это важно дает вам а вы это едите вот одну я из них спросила скажи пожалуйста что было в твоей прошлой жизни такого хреново что ты захотела забыть как у тебя рождался внук ты захотела забыть как ты дочку замуж выдавал ты захотела забыть как ты работала и была значимым человеком она как я этого не хочу забыть я бы подожди ты только что говоришь о том что 600 раз в день ты делаешь аффирмацию я с огромной радостью хочу забыть свое прошлое я с огромной радостью хочу там отказаться от своего прошлого вы понимаете не бывает так и рыбку сесть и на елку забраться и колготки не порвать не бывает прежде чем что-то своим ротом говорить услышьте что вы говорите если ты думала о том что тебе нужно избавиться от болезни самого начала до то ты что делаешь 3 болезнь выковыриваешь и хорошее и плохое и жизнь свою и хочешь построить на чем на воздухе вот эти одна это свою здоровую новую жизнь так не получится так не получится и поэтому тебя дочка перестала замечать у тебя внуки с тобой плохо общаются муж вообще не только как от прокаженной он не знает эту женщину у него нету с этой женщиной прошлого у них нету ничего чтобы их связывала она радостная потому что она это сделал отказалась и забывает это прошлое неужели вы думаете вы забыли а другие рядом с вами не забудут этого и я понимаю не надо похвалиться тем кто это какой крутой чувак или чувиха это дало вам просто следите за тем что вы делаете масс-маркет в психологии масс-маркет в эзотерике никто не отменял я думаю те кто получает инструкцию на новолуние вы видите каждое слово которое я там вплетаю и отвечаю за каждое свое слово я знаю как она работает я знаю как работает эта энергетическая вещь вот так все по насобирать в одну кучу выдать и сказать пожалуйста давайте не получится так тем более не шутите если у вас есть серьезные заболевания у серьезных заболеваний всегда есть не только причины но следствие и есть уже это заболевание аффирмациями молитвами просто вот просто сидеть медитировать и не на хрен знает что говорить ничего не получится это коллективная уже работа коллективная работа всех ваших тел вашего сознания в первую очередь мама мозгов до мышления вот ваши эмоции и помощь вашему физическому телу только тогда это даст офигенный результат вместе со специалистами а если вы выстроены вы всегда найдете того специалиста который вам правильно все подскажет и сделает еще раз говорю если вы сломали зуб аффирмируйте не аффирмируйте чего вы бы только не делать он вас не вырастет заново но медитация молитва вам поможет найти специалиста который вам безболезненно поставит новый зуб по вашим деньгам сделает это дешевле и лучше без фанатизма на сегодняшний день у этих людей разрушены отношения в семье отношения в личном плане нихрена это здоровье не помогает потому что если вы забываете я отказываюсь и забываю свое прошло вы отказываетесь от себя той здоровой которой вы там были от того генома и той вибрации днк когда вы были эталоном здоровья своего если этого нет на чем вы сегодня будете строить свое здоровье выздоравливать исцеляться на чем если вас той здоровой нет у каждой из болезней есть своя причина и она гораздо гораздо серьезнее чем вам кажется потому что вы все как только петух жареный там жопу клюнет или там гром грянет я не знаю что вы готовы есть на голову мазать чтобы там выздороветь от этой же онкологии от этих же заболеваний вы готовы это все делать вы продаете квартиры миллионы относите я не знаю там людям которые вам обещают это сделать кто вам что-то обещает или гарантирует нахер нету таких понятий гарантии никто не дает гарантии это это совершенно неправильно я понимаю что вы готовы это сделать в этот момент времени в первую очередь чем бы вы не столкнулись вдох выдох успокоения не надо орать истерично за что это мне почему именно мне вот там я была хорошая а потом кто-то плохой забыли если это с вами случилось это ваше и у вас есть силы и у вас есть мозги с этим разобраться и для чего-то это необходимо где-то были допущены внутренние упущения ошибки были сделаны есть время с этим разобраться ваше состояние а почему я а почему кто-то другой не кто-то другой она уводит вас состояние агрессии она уводит вас состояние злобы обиды истерика депрессия и все остальное вот это все вот это благодатная почва витамины для той же онкологии и она как на дрожжах растет я не стала говорить а вот одной из пациентов которые сегодня приходили ко мне о том что у нее уровень показателя метастаз пошел в рост только из-за того что не помог ей препарат самый дорогой которые делают и и химиотерапии которые делают после операции она все равно дает на такое состояние ремиссии все было бы хотя бы в удержании а тут неожиданно надо мне препарат дорогой не помог она не догадалась о том что ее аффирмации которые она стала использовать в этот же период времени далее вот эту благодатную почву поэтому прежде чем что-то делать думаете думайте то что вы говорите я прекрасно понимаю что хочется все все сделать но распределите свои силы на весь этот период времени вам кажется чтобы прямо сейчас вот при какой-то экстренной ситуации прямо сейчас я сейчас пойду быстренько вырежет и все будет хорошо потом все нормально там еда там да это помолюсь дочитая все решится нет готовьтесь внутренне просто к тому что марафончик будет это нужно распределить правильно силы правильно внутреннее состояние а потом уже понимать у любой болезни все равно чтобы не происходило есть злоба агрессия обида гнев боль жалость к себе и поэтому это все еще будет усугубляться и еще родными еще раз повторяю а для тех кто новичок или не слышал если вы находитесь в стадии воспалительного процесса инфекционного процесса либо в стадии это атипичных клеток ни в коем случае не употребляйте корень жизни женщин потому что ему по своему этому золотому корню срать какие клетки питать это просто удобрение для всех клеток есть хорошие будет еще круче поэтому это нужно укреплять организм здоровым людям и либо у тех у кого на фоне иммунитета что-то там произошло тогда это помогает если у вас уже есть клетки онкоклетки атипичные клетки они также великолепно питаются этим всем если чего-то не знаете не знаете лучше найдите и спросите и не тех за кого звезды говорят охрененный вообще мне помог знаете звезды все получают за это деньги вы когда-нибудь видели чтобы меня хоть одна звезда говорила обо мне нет но это не говорит о том что меня кто-то не знает поэтому здесь вопрос в том чтобы чувствовать вы это умеете делать как никто другие не допускайте таких ошибок и не советуйте никому там не перекидывайте либо кто-то вам советовал что был на тренингах на курсах у того-то прошел там разборы расстановки кто-то там прошел мини-ташки еще у кого-то это их опыт это им нужно либо когда вам дают какие-то аффирмации аффирмации это ложь для мозга они помогают охрененно помогают когда вы чуть-чуть где-то неуверенность получили в себе они помогают вам немножко так я смогу я сделаю у меня получит когда вы вдохновляете мотивируете себя а если вы начинаете задалбливать свой свое сознание одним и тем же мозг получает вторую программу и поэтому здесь может быть большой большой диссонанс но вы тоже рекламируете он там народ у себя в историю вы единственный раз увидели у меня показ который был я не рекламирую я говорила о джамале махмудове он действительно охрененный дизайнер который сам создает ткани из других тканей он делает свою работу потрясающе от того что я вам показала как происходят тусовки и как это все происходит там вы это видели джамал махмудов он был у меня да и я не буду говорить он мой друг а звезд я вам показал это один момент теперь теперь мы опять же вернемся любые аффирмации они могут быть нужны на время когда вам нужен сама мотивация тогда когда вам нужно поднять себя за задницу за волоса чтобы сделать какой-то шаг но ни в коем случае не подсаживаться на этот интеллектуальный наркотик для того чтобы что-то было это может быть искусственная форма иллюзорности создания себя другой если она вам помогает мотивирует а вы становитесь краше вы становитесь сильнее вас и на какой-то момент толкает пожалуйста делайте это но опять же следите за тем что вы говорите и не в плане того что я красивая и следить я красиво или не красиво нет вот такие формы как я отказываюсь я помогаю всему миру я даю свет всей земле я там то-то то-то я там там еще кого-то исцеляю еще что-то делаю вот в этих моментах вы даете на полное согласие на использование вашей энергии на волонтерских началах потом потом но опять же ну не надо плакать что здесь заболела здесь не хватило сил здесь сонливость здесь там с детьми проблемы или еще что-то прежде чем сделать вот эти глобальные вещи во спасение всей вселенной нужно попадать у себя вы все спасли у себя дома вы со своим организмом со своим телом уделили внимание вот вот есть по кругу а потом идет она уже по нарастающей как спиралька спиралька не работает чтобы отсюда кидайте на десятый круг там еще кому-то помощь а здесь она все у вас кашеварится вот такой маленький как говорится спич но очень очень важным посылом который я хотела вам сказать я знаю кто как работает из всех тех специалистов которые из которых вы приходите говорите правильно и неправильно но я одно прошу если вы на этом канале если вы со мной начинайте чувствовать не ленитесь это вам пригодится и пригодится всегда а так я вас люблю целую энергии потрясающие сложные интересные кому не хватало последней капли в вашей чаши терпения жить так как вас не устраивает есть возможность принимать эти решения люба целлюлю снюсе всегда по-разному иногда стряску дать а иногда просто понежить приласкать эфир сохраню обнимашки